Это моя жена, Шерон. Мы женаты 52 года. 49 лет назад мы закончили библейский колледж. Поэтому мы знаем, каково быть студентами. У меня степень по богословию и степень магистра по коммуникациям. Мы были пасторами в церквях. Мы были миссионерами. Мы были миссионерами в Центральной Америке. Мы говорим по-испански. Наши дети тоже говорят по-испански. И пока я был в Центральной Америке, я преподавал в богословской семинарии. А в городе Гватемала. А моими студентами были выпускники университетов. Поэтому мне нужно было хорошо говорить по-испански. Жаль, конечно, что я не могу хорошо говорить по-русски. Мы уже потеряли счет, сколько раз мы приезжали на Украину. Мы любим Украину. И на Украине нам нравится все. Еда. Все. А в 2004 году мы даже жили здесь какое-то время. И нам всегда хотелось вернуться и снова здесь жить. На протяжении многих лет мы хотели приехать в Одессу. И слава Богу, мы наконец-то здесь. Мы пробудем здесь с вами пять дней. И мы хотим познакомиться с вами, если это возможно. Ну, хотя бы немножко. Однажды мы были в Днепропетровске. И там мы познакомились с некоторыми людьми из служения пастора Бориса. И я помню, они у нас спросили, а в какой школе вы учились? И я сказал, в баптистской. Однако в нашей школе нас учили любить Израиль. И их это удивило, потому что в большинстве баптистских школ этому не учат. И мы любим вас. И еврейский народ — это Богом избранный народ. И мы были привиты. Если посмотреть на лицо Шерон, то вы увидите, что частично она украинка. Ее предки уехали с Украины много лет назад. А вы можете посмотреть на меня и сразу увидеть, что я уж точно не украинец. Валентин попросил меня преподавать на мессианские темы. И я буду учить о семи основных праздниках Господних. И я понимаю, что вы уже знаете эти праздники. И что-то из того, что я буду говорить, будет для вас повторением. Но я надеюсь, что какая-то часть того, что я буду говорить на этой неделе, будет для вас новой информацией. И это станет для вас благословением. Я скажу вам, что каждое из этих учений будет состоять из трех пунктов. Я знаю, каково оно сидеть и конспектировать. Поэтому каждое из моих учений будет состоять из трех пунктов. Первый пункт, что это за праздник. Второе, чем этот праздник являлся в Ветхом Завете. И третье, чем этот праздник является сегодня. И также к этому будут применения. Как этот праздник применим к нам сегодня. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а зачем вообще Бог сотворил праздники, установил праздники? То есть, какова была его цель? Какова была его цель? Бог всегда имеет цель в том, что он делает. И если прочитать книгу Левит, то мы увидим все подробности, касающиеся каждого праздника. Праздники — это особое время с Богом. И Бог определил для своего народа помнить то, что он сделал для них. И праздники, они предназначались для празднования и радости. Вы о чем-то молитесь, и Бог отвечает на вашу молитву. И это приносит радость в ваше сердце. И такая же ситуация с праздником. Вы смотрите на Пейсах, и вы видите, какое замечательное дело Господь сотворил для своего народа. Когда мы учились в школе, то нас учили любить Библию. Слово Божье — это Его послание к нам. И я буду давать вам много мест Писания. Я дам вам столько мест Писания, что вы не сможете их все прочитать на уроке. Но вы можете изучить их после уроков, и у вас они останутся в конспектах, поэтому вы сможете ожидать изучать их и в дальнейшие годы. В 79-м году мы уехали из Гватемалы. В 2000-м году мы поехали туда с визитом. И я ходил там по территории семинарии. И пока я там ходил, я услышал, как кто-то меня зовет. То есть, называют мое имя с испанским акцентом. Довид Киллер. И я обернулся и увидел одного из своих бывших студентов. И для меня было большое благословение услышать от Него, что теперь Он пастырь, и что Он сохранил мои конспекты, конспекты моих уроков, и что Он до сих пор их использует. И я надеюсь, что вам понравится то, что я буду говорить. Сначала, прежде всего, мы начнем с праздника Пейсах. То есть, Пейсах, он стал началом основания нации Израиль. То есть, до этого Израиль, как таковой, не был нацией. Это была группа людей, дети Авраама, Исаака и Якова. Но на Пасху Бог сказал, теперь вы станете народом, вы станете особенным народом. И вы будете делать то, чего никто другой не делает. И, конечно, на Пасху был убит невинный агнец. И он должен был быть зажарен на огне. И, конечно, в празднике Пейсах мы видим Яшуа. И все в этом празднике является прообразом пришествия Яшуа. Прежде всего, агнец должен был быть без порока. Точно так же, как Яшуа был безгрешен. Агнец должен был быть зажарен на огне. Что означает суд за грех. И потом пресный хлеб, который изначально был отдельным праздником. Но здесь мы видим, что он вливается в праздник Пасхи. И это означает очищение от греха. Потом горькие травы. Они представляют страдания людей, которые страдали в Египте. И также страдания агнца, когда он отдает свою жизнь. И во время этого праздника ребенок должен был задавать вопрос. Что происходит и зачем мы это делаем? Это исход 12 глава с 22 по 27 стихи. И я хочу дать вам места Писания, в которых говорится об этом празднике. Исход 12.6 Исход 12.6 Левит 23.5 Число 9.3 Исход 28.16 Число 28.16 То есть это то, как Пасха праздновалась тогда. То есть это было начало. И я знаю, что вы знаете эту историю, когда они взяли кровь агнца и помазали ей косяки дверей. Но давайте поговорим о том, чем же Пасха является сейчас. Яшуа является нашим пасхальным агнцем. Иоанн 1.29 Иоанн Креститель увидел, как идет Яшуа, и он сказал, «Се агнец Божий». И напоминание Пасхи в том, что кровь Яшуа искупила нас. Библия ясно учит, что без пролития крови нет прощения греха. Когда Яшуа висел на кресте. И из его тела капала кровь. Подумайте об этом. Его кровь капала на землю. И он искупал землю. Землю, которую враг украл у Адама и Евы в Эдамском саду через грех. Кровь Яшуа искупала вот это проклятие, которое пало на все. Даже проклятие, которое пало на землю. И потому, что Яшуа умер за нас на кресте, суд был снят с нас, и мы больше не под судом. И это осуждение было разрушено фактически тремя вещами. Яшуа умер, был погребен и воскрес. И вот эти три пункта должны идти вместе. Я могу даже задать вам сейчас вопрос. Мы говорим о Евангелии. А что такое Евангелие? Евангелие состоит из этих трех пунктов. Смерть, погребение и воскресение Яшуа. Когда Он умер, Он сошел в Ад ради нас. Он занял наше место в Аду. Чтобы нам не нужно было туда идти. И воскресение Яшуа является доказательством того, что Бог принял Его жертву. И я хочу дать вам местописания, в которых говорится о том, что мы освобождены от того рабства, в котором были ранее. Колоссянам 1.13 Колоссянам 2.15 Евреям 9.12 И Евреям 10, с 12 по 14 стихи. Давайте поразмышляем вот о последнем месте Писания. Евреям 10, с 12 по 14 стихи. Там сказано, что нам уготовлен путь новый и живой. В Эдемском саду у Адама и Евы было совершенное общение с Богом. Они никогда не грешили. И они могли без всяких проблем стоять перед Богом. Потому что между ними и Богом не было никакого греха. Вот подумайте об этом. Каково оно было? Адам и Ева в саду стоят рядом. И Бог. И они смотрят друг к другу лицо в лицо. И между ними нет никаких преград. Они могли наслаждаться Богом во всей Его славе. Но грех нарушил это. Что же происходит после этого? Адам и Ева уходят из Эдемского сада. И у них больше нет этих близких взаимоотношений с Богом. Потом приходит Яшуа и умирает на кресте. И Он освобождает нас от всего этого. Исайя, в 61 главе, сказано, что Божье помазание было на Яшуа, чтобы освобождать пленных. Раньше мы были в темнице. Однако мы были освобождены. И я хочу задать вам вопрос. И я хочу, чтобы вы внимательно подумали над ответом. Мы были искуплены, да? У нас есть искупление. Оно наше. Позже я еще буду говорить о искуплении. Но сейчас я хочу, чтобы вы подумали о искуплении. У нас частичное искупление или полное искупление? Полное искупление. Совершенное. У нас нет никакого недостатка. То есть больше уже ничего не нужно делать. Иисус висел на кресте. И Он сказал, свершилось. Наше искупление полное. Что же это значит для нас с вами сегодня? Если мы были полностью искуплены, то теперь у нас есть привилегия входить в присутствие Божье. Подумайте об этом. Дьявол хочет вам лгать. Да, это правда, что ты был искуплен. Но не забывай, что ты еще грешник. И Бог на самом деле тебя не любит. Бог расстроен тобой. Разве ты не помнишь, что вчера ты разозлился? Я вижу, как вы киваете головой. Потому что дьявол лжет вам, точно как и всем нам. И так, нормально, если он будет здесь стоять? Хорошо. Вот Бог. И я хочу войти в Его присутствие. Но я чувствую, что мой грех мне в этом мешает. И дьявол шепчет мне на ухо и говорит, ты не заслуживаешь иметь общение с Богом. Но я хочу сказать вам, отбросьте всю эту ложь. И войдите в присутствие Божье. Не буквально войдите или сделайте шаг, а духовно. Потому что Иешуа сделал для вас возможным это сделать. И все, что вам нужно делать, это верить. И если вы в это верите, то оно ваше. Я знаю, что вы любите Господа. И вы любите общаться с Ним. И я просто ободряю вас иметь более близкие взаимоотношения с Ним. И не верьте в ту ложь, которую дьявол вам говорит. Все, что нам нужно сделать, это исповедовать свои грехи. И войти в присутствие Божье путем новым и живым. Как об этом сказано в послании к евреям в 10 главе. И в 10 главе, в 19 стихе сказано, что мы можем ходить в присутствие Божье с дерзновением. Нам не нужно быть робкими. Нам не нужно входить на цыпочках. Но мы можем ходить смело, большими шагами. Вот я, Господь. Я готов. И Он ожидает нас. Это нормально. Это нормально так поступать. Это нормальное переживание, которое должно быть у нас, у верующих в Яшуа. Так же, через Пасху мы можем провозглашать о себе, что Я искуплен кровью Агнца. И Я был избавлен из рук врага. Позже я еще буду говорить о провозглашении, но мы можем говорить эти слова о себе, потому что это правда. Я забыл расписание, когда я должен заканчивать этот урок. Ну, а приблизительно хоть по времени. Давайте поговорим о том, как же применять Праздник Пасхи к сегодняшнему дню. Во-первых, конечно, мы убираем, приводим в порядок дом, готовясь к празднику. И, второе, мы заново посвящаем свой дом Господу. А вот мы с женой обнаружили нечто очень полезное в посвящении дома Господу. То есть, это помазывать дом елеем. В Ветхом Завете елеем помазывали все. И я всегда ношу с собой елей помазания. И, конечно, когда я молюсь за больных, я помазываю их елеем. Но также мы помазываем и наш дом. Мы идем в четыре угла дома, то есть в каждый угол, и каждый угол помазываем елеем. Мы живем в частном доме. И в Америке у нас есть преступность. И у нас по соседству часто воры вламываются в дома и что-то там воруют. Но в наш дом никто никогда не вламывался. Однажды мы уехали в Индию. И мы уехали в Индию на несколько месяцев. И в нашем доме никого не было, кроме ангелов. А мы попросили Господа поставить своих ангелов в наш дом, чтобы они присматривали за домом. И мы читали потом сводки полиции. И узнали, что в дома по соседству вламывались воры. Но Бог верен. Он будет наблюдать за тем, что принадлежит вам. В-третьих, мы должны очистить свой дом от нечистых предметов. Мы должны сжечь эти предметы в огне. Второзаконие 7.25 Я хочу вкратце поговорить об этом. Когда мы находились в Гватемале, мы жили там с двумя разными группами людей. Там были потомки испанцев. То есть, испанцев, которые приехали туда в 15-м столетии. Они там остались. И у них были смешанные браки. И в результате появлялись дети. То есть, это была смесь испанцев с местным населением. И по-испански их сегодня называют Латинос. Но также там были и другие люди, люди коренные. Это были племена. В Гватемале проживает 16 таких племен. Они лишь немного говорят по-испански. И у них есть свой племенной язык. Вот я дам вам иллюстрацию одной такой племенной группы. Вот эта группа называется «как-новал». И фактически я произнес это слово неправильно. Попробую еще раз. То есть, звук «как-новал» должен быть произносим в горле. И если послушать их язык, то вот этот вот горловой «как-новал» у них очень часто встречается в словах. И эти люди поклоняются идолам. То есть, там существует идолопоклонство. И что они делают? Они выпускают мебель. И эту мебель они продают на рынке. Вот, допустим, они сделали такой столик, невысокий. И там было восемь сторон. И потом еще верхушка тоже восемь сторон. Но с каждой стороны было вырезано изображение их богов. Мы этого не понимали. Мы купили себе такой столик. И поставили его у себя дома. То есть, таким образом мы участвовали в выходе лопоклонствия. Но для нас это был как сувенир. И также они делают ковры из шерсти. Ковры, которые вешают на стену. Они очень цветные. И вот на этом ковре тоже был изображен один из их богов. И пока мы были баптистами, мы не понимали этот принцип. Но когда мы наполнились Духом Святым, наши глаза открылись. Мы сняли этот ковер со стены. Мы взяли этот столик. И сожгли эти предметы. И мы прошли по всему своему дому в поисках таких предметов. И мы думали, что мы нашли уже все. И потом однажды Шерон что-то искала. Заглянула в один ящик. И там нашла изображение китайского дракона. Это был чей-то подарок нам. И она бросила этого дракона на бетонный пол. Он разлетелся на части, и мы его выкинули. То есть принцип очищения дома от закваски применим ко всему тому, что не от Бога. И четвертое. Нужно попросить прощения за то, что у нас были эти предметы. Мы просили прощения, хотя мы поступали так в неведении. И пятое, систематически проходите каждую комнату. Посвящайте свой дом и все свое имущество Богу. И так же позвольте славе Господней наполнить ваш дом. Когда люди приходят к нам домой, они чувствуют там мир. Они чувствуют там мир и Божье присутствие. Ну, конечно, это чувствуют обычно только верующие. Неверующие не чувствуют ничего. Это то, чем Пасха является для нас сегодня. Мы были полностью искуплены на все 100%. И мы можем наслаждаться Божьим присутствием. Когда я был в Индии, я разговаривал с одним человеком, американцем. Он преподавал в семинарии в городе Шикаго. И я делился с ним вот этими принципами, о которых говорю вам сейчас, о том, что мы полностью искуплены. И он сказал, ну, это неправда. А я был удивлен. Я спросил, неправда? Он сказал, мы не сможем наслаждаться полным, полностью наслаждаться присутствием Божьим до тех пор, пока не попадем на небо. То есть сейчас мы можем иметь лишь немножко. И я сказал, брат, ты ошибаешься. Мы можем иметь это уже здесь, сейчас. И это был профессор из большой американской семинарии. И даже он в это не верил. Я получил это однажды как откровение во время моего общения с Господом. И это есть в Библии, то есть это не что-то новое. Но я этого раньше не понимал. И когда я это понял, для меня это было как прорыв. И я сказал, вау, это замечательно. Я сделаю это. А я был на служении, хвалы, поклонения, присутствие Божье там было. А я стоял с закрытыми глазами и поднятыми руками. И я хотел сделать этот шаг и войти в общение с Богом. И я делал это тогда в первый раз. Вот с того момента, как я понял, что я могу это сделать. И ты стоишь и думаешь, а что произойдет? Что произойдет? Сойдет ли на меня Дух Святой с такой силой и огнем, что я стану другой? Начну ли я видеть видения или что произойдет? И я не знал, чего ожидать. Я сделал этот шаг. Мои глаза были закрыты. Руки подняты. И присутствие Божье было настолько сильным, что я ничего не мог делать. Я не мог молиться на языках. Я был безмолвен. И я понял, что когда ты находишься в Его присутствии, ты настолько уважаешь Его святость, что ничего не можешь говорить. Я знаю, что вы любите Господа. Господа Бога и Егову. И вы любите общаться с Ним. И я говорю вам это для того, чтобы у вас было больше, чем вы имели раньше. Потому что это те близкие взаимоотношения, которые есть у нас с Господом. На этом я остановлюсь с завершающей молитвой. И будет перерыв. Отец, я благодарю Тебя за истину искупления. Я благодарю Тебя, Господь, за Пасху. Я благодарю Тебя за то, что на Голгофе Ешуа свершил все. И мы благодарим Тебя, Господь, за Его драгоценную кровь. Которая открыла для нас путь новый и живой. И что теперь мы можем входить в Твое присутствие. О Господь, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Во имя Ешуа. Аминь. Спасибо.